Амдат, салам алейкум. Алейкум салам. Вот мы еще встречаем еще одного хазавюрдовца. До обеда одних, а сейчас. Ну, что вы можете сказать по поводу наших ребят, которые выступали? Ну, наши ребята сверх нормы, я скажу, выступили, потому что многие не ожидали такого фурора. Это как Ярыгинский, как чемпионат России, как стабильно наши ребята показывают такой высокий результат. Они продолжили его и доказали, что тагистанская школа борьбы на сегодняшний день лучшая в мире, не только в России, но и в мире лучшая. И поэтому эти результаты говорят сами за себя. Когда ставку сделали на молодых ребят, видите, и получается, что у нас резерв очень большой. В этих местах есть у нас именитые борцы тоже, которые остались дома. Повезли. Главный тренер сборной страны сделал акцент на молодежь, и молодежь не подвела. И это говорит о том, что у нас резерв есть, и мы можем 2-3 команды выставить на любом международном уровне, и они будут показывать хорошие результаты. Еще вам, тренеру, еще знаток угольной борьбы в протоколе. Если в следующем году какой-то новичок займет 86 килограмм или там какой-то вес первого места, он пойдет в Олимпиаду или нет? Нет. Ему дадут и прикидки могут дать, его послать могут еще на какой-то турнир лицензионный или просто такой турнир. Хотя лицензия у нас заработана. Молодого это маловероятно, потому что проверенные, уверенные люди, которые боролись уже несколько лет на международном уровне, на них будут ставки делать. Но если, конечно, явно, на голову выше он покажет на всех стартах, конечно, бесспорно, вот как лучший был на России, 125 килограмм у нас. Они сами там сказали, того брать бессмысленно, потому что он за пределами страны, он борется очень слабо и так далее. И взяли молодого, видите, молодой оправдал себя. И он там тоже был лучше, но где-то по молодости он какие-то ошибки допустил, но здесь исправился и нормально показал результат. То есть сборная страны пошла в правильном русле, что доверило несколько молодым ребятам выступить и показать себя. Конечно, жаркие баталии еще были, если было сборная Америки, сборная Ирана, там, в полных составах другие страны, которые одних двоих только выставили. Казахстана не было, Японии не было. Но это не умиляет заслуги наших ребят. Они готовы были со всеми бороться. Удачи! Спасибо. 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 Павел Дагестана. Павел Дагестана. Павел Дагестана. Павел Дагестана. Павел, давайте начнем? Олег, я оставлю. Павел Дагестана. Как выступление очередной раз на мировом ковре? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И спасибо родителям, которые за них стоят горой, борются, чтобы они стали и олимпийскими чемпионами, и чемпионами мира. Удачи вам. Спасибо всем, которые пришли сюда встречать наших гостей. Валимхан, конечно, я не сомневался, что наш младший возьмет. Как вы чувствуете, два брата на этом мировом ковре выступили. Ну да, как. Все-таки брат. Конечно, приятно, когда два младшего брата участвуют на такой мировой арене. У младшего, конечно, опыта нет, но, думаю, Алихан его поднатаскает, и все будет хорошо. Хочу поздравить всех спортсменов из-за данных тяжелой ситуации. Они выступили очень прекрасно. Дальше ему сверху. Спасибо. Вам тоже спасибо.